всем привет сегодняшнем нашем выпуске мы с вами рассмотрим некоторые упражнения помогающие вам избавиться от отложений солей в шейном отделе позвоночника то есть многие люди страдают таким неприятным ощущением или шею тянет или повернуть невозможно плюс ко всему еще может быть от образа жизни или от стиля вашей работы также от питания на шее появляется сначала жировое отложение со временем переходящие в более плотное состояние как говорят в народе сало от которого избавиться увы не меди не медикаментозно невозможно поэтому я вам сначала скажу что нужно делать какую настойку принимать абсолютно безобидную но очень эффективную и покажу парочку упражнений для шейного отдела позвоночника чтобы избавиться от вот это вот наслоение жирового от отложения солей ну и чувствовать себя комфортно и так давайте смотреть берете обычные березовые почки 2 столовых ложки на пол-литра воды кипятка заливаете настаиваете в течение 4-5 часов и выпиваете по 2-3 столовых ложки с утра натощак эту настойку абсолютно безвредная но ужасно эффективная помогает вашему организму помогает вашим мышцам избавляться от лишнего балласта избавляться от лишних жировых клеток которые возникают в нежелательных местах но пожалуйста не забывайте о том что с живота прослойку жира эта настойка не уберет тут совершенно другие вещи так вот повторяюсь еще раз 2 столовых ложки березовых почек на пол-литра кипятка завариваем настаиваем около 4-5 часов и каждое утро выпиваем по 2-3 столовых ложки этой настойки натощак после этого как вы выпили эту настойку можно до можно после вы делаете обычные элементарные упражнения для развития и укрепления шейного отдела позвоночника а также для избавления от вот этого неприятного скажем так горба ну значит так первое упражнение вы делаете наклоны головой вперед но не просто вот так вот голову назад и вперед вы делаете это как бы сейчас смотрите обычные стандартные наклоны головой вот так делаются правильно вы в данном случае делаете вот такие движения ну как голубь идет по асфальту и вот так вот вперед выдвигаете всю шею вперед назад вперед назад вперед назад вперед назад 15-20 повторений это первое упражнение которое вы обязаны делать следующее упражнение наклоны головой влево вправо наклоняем но стоим плечи опущены плечами мы не двигаем вообще только двигаем нашей головой наклоняем один раз вправо влево вправо влево вправо влево вправо влево вправо влево Следующее упражнение, это уже будет наше третье упражнение, повороты головы. Стараемся поворачивать голову в сторону так, чтобы подбородок находился на одном уровне с плечом. То есть на одной линии. Вы стоите и вот так вот поворачиваете вашу голову, чтобы подбородок находился на одной линии с вашим плечом. Делаете точно так же 16-20 повторений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это третье упражнение. Ну и четвертое упражнение. Оно интересное, легкое и желательно делать его с закрытыми глазами, потому что если вы будете делать вращение головы с открытыми глазами, а вдруг закрушится голова? Ну мало ли. Люди мнительные, всякое бывает. Поэтому делаем обычные круговые вращения головой по большой амплитуде. Сначала делаем это в одну сторону, потом делаем в другую сторону. По 10 круговых вращений в обе стороны. То есть сначала начинаем по часовой стрелке, потом делаем против часовой стрелки. Это 4 упражнения, которые вы должны делать ежедневно, каждое утро. Независимо от того, принимаете ли вы вот эту настойку из березовых почек или нет. Потом берете обычную гимнастическую палочку и делаете следующее. Вы заносите эту гимнастическую палочку себе за голову, стараясь расправить ваши локти в стороны. Для чего мы это делаем? Чтобы наши мышцы плечевого пояса и лопаток уходили как можно дальше назад, тем самым стимулируя мышцы шейного отдела позвонка больше включаться в работу и двигаться. Тем самым избавляясь от вот этих вот жировых наслоений и естественно от отложения солей в шейном отделе позвоночника. Далее мы делаем обычно простое вот это вот упражнение. Опустили за голову и развели руки. Подняли. Опустили за голову и развели руки. Попробуйте, оно действительно очень интересно. Несколько упражнений, которые могут избавить вас от защемления нервов в шейном отделе позвоночника. А также, если у вас возникает головная боль и вы не можете найти причину возникновения головной боли, есть несколько очень хороших, классных упражнений. Первое упражнение. Вы берете руками голову на затылке, руки в замок и наклоняете голову вперед, касаясь подбородком грудной клетки. Расслабляя мышцы шейного отдела полностью, прижимаете, держите несколько секунд, отпускаете. Вы прижали, отпустили. Два-три таких повторения по 5-10 секунд. Следующее. Вы левой рукой берете себя в районе уха с правой стороны и наклоняете голову рукой как можно ближе к вашему левому плечу. Точно так же вы делаете в обратную сторону. Отлично. Следующее упражнение. Вы просто-напросто. Оно очень легкое. Оно действительно обалденно помогает избавиться от защемления, от хруста в шейном отделе позвоночника. Допустим, вы смотрите, вы кладете левую руку на левую сторону вашей щеки, правой рукой берете здесь под левый локоть и поворачиваете вашу голову в сторону как можно дальше. Полностью расслабив шею, вашей рукой вы толкаете голову в правую сторону. То же самое вы делаете на левую сторону. 5-10 секунд и все. Но это как дополнительные упражнения. Те же упражнения, которые я вам показал в самом начале, они действительно очень эффективные. А в совокупности с настойкой из березовых почек помогают, как я уже сказал в начале, избавиться от отложения солей и от этой вот жировой прослойки в шейном отделе позвоночника. Я не знаю почему, но очень часто я встречаю людей, молодых людей в возрасте 30, может быть 35 до 40 лет. Они действительно страдают вот таким вот заболеванием, скажем так. И для того, чтобы избавиться от этого заболевания, они бегают по врачам. Вместо того, чтобы взять здоровье в свои руки, взять ситуацию в свои руки и своими руками, своим стремлением к цели достичь более высоких результатов, чем принимая какие-то лекарственные препараты. В следующий раз мы с вами обсудим несколько упражнений для укрепления мышц брюшного пресса. Это легкие упражнения, могут выполнять абсолютно все возраста. Это не скручивание, это не подъем тела или подъем ног в лежачем положении. Я вам покажу эти упражнения, вы сами их попробуете дома. И вы убедитесь в том, что они действительно очень эффективные и они укрепляют ваши мышцы брюшного пресса не только наружные, но и внутренние. То есть косые и плюс еще внутренние мышцы, которые помогают, вернее включают в работу опорно-двигательный аппарат. Итак, не забудьте подписаться на наш канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Да, вот, пожалуйста, для спонсоров нашего канала, кто желает поделиться денежкой, кто желает помочь росту нашего канала. Это не обязаловка, но добровольное дело. Всем будем говорить только спасибо за развитие нашего канала. Оставайтесь с нами, у нас всегда есть что-нибудь полезное и хорошее. Всем удачи, всем здоровья. С вами был я, Владимир Козарчук, автор канала Old Dutchman. С вами был я, Владимир Козарчук.